На вопрос, что такое криптовалюта? Вот чем вы пользуетесь? Криптовалюта, цифровой актив, скажем так, для обмена между собой и не только. Еще какие-то варианты есть? Криптографический ключ. Это Юра Майоров, криптовалюта. Михалыч, пожалуйста, сядьте, если бы у вас было вообще не видно. Да, отлично. Еще какие-то варианты есть? Вот уже ближе. Еще может быть какие-то варианты? Гениально, спасибо. Отлично. Еще какие-то есть варианты? Это картофель, картофель изменения. Картофель изменения было. Ого. Вот, смотрите. Все, что вы сказали, каждое слово, которое вы сказали, оно имеет отношение к криптовалюте. Но проблема в том, что большинство людей, которые пользуются и биткоином, и вообще любыми, в принципе, криптовалютами, знают набор слов, но не понимают, в какой последовательности эти слова должны быть установлены в предложении и какой смысл несут эти слова, каждое из этих слов. Поэтому я бы хотел просто вам дать азы понимания того, что такое криптовалюта, в чем сила этой технологии блокчейн и что вообще с этим делать. Значит, смотрите, на самом деле все очень просто. Я не буду вдаваться в подробности того, что находится там под капотом, так называемых криптовалют большинства, но я вам объясню принципы, на которых это все построено. Значит, смотрите, есть такая технология блокчейн, это распределенный реестр данных, который хранится и который хранит в себе информацию о совершаемых транзакциях. То есть, если взять определение, что такое криптовалюта, это сущность, которая возникает в момент изменения балансов на двух аккаунтах. Это и есть криптовалюта. Это не электронный актив, это не инвестиционный инструмент, это просто информация, которая хранится в распределенном реестре, исправить которую, если она туда уже записана, не в силах никто. И в этом сила этой технологии. В этом ее мощь и прогрессивность. Это то качество, которое позволяет ей быть в общем принятом понятии денег. То есть, смотрите, как это происходит. Кстати, это касается всех. Я не говорю там у призм сейчас, я говорю обо всех криптовалютах. Вот смотрите, есть, например, вот видно, да, не знаю. Можно свет включить там, если у тебя есть? Есть свет? А поближе? Да, могу. О! Даже буду сюда, наверное. Не, лучше там. Там лучше? Отвеси, отвеси. Отвеси. Вот смотрите, вот это квадрат, да. Представим себе, что это база данных. Так называемый распределенный реестр блокчейн. Что хранит в себе эта база данных? Это шифрованная база данных, в которой хранится информация об изменении балансов на кошельках, так называемых. Но что такое кошелек? Кошелек это не аккаунт в этой базе данных. Кошелек это... Это сама по себе эта база данных является шифрованной базой данных. Но расшифровать эту базу данных невозможно с помощью какого-то одного ключа дешифрования. То есть это вот если взять пример, например, во время Второй мировой войны существовали такие механические машины для шифрования, так называемые нигмы. Англичане, когда немцы с подводной лодки украли эту нигму, они подобрали ключ к этой нигме. И получается, что они смогли расшифровать все шифрованные сообщения, которые Вермахт передавал там между своими подразделениями. То есть они... То есть смысл той базы данных был в том, что одним ключом можно расшифровать все, что с этой информацией базой данных связано. Блокчейн и криптовалюта это принципиально другая технология. То есть здесь мы имеем базу данных, в которой хранится информация множества ключей. Так называемый приватный ключ, парольная фраза и так далее и тому подобное. Так вот, вот этот ключ, это и есть ваш кошелек. То есть обращаясь к этой базе данных, мы имеем возможность получить доступ к какой-то одной записи и расшифровать ее с помощью приватного ключа. Соответственно, вот эта запись приватного ключа и есть доступ к этой шифрованной информации. Нет одного ключа, которым можно расшифровать все. Есть масса различных ключей, у каждого пользователя он свой. Соответственно, с помощью этого ключа вы можете внести изменения вот в этот распределенный реестр. Что такое внести изменения? То есть вы можете, так называемый, войти в этот аккаунт, ну то есть подключиться к этой базе данных и с помощью этого приватного ключа внести изменения, отправить там транзакцию. Люк получить, посмотреть, там летит сообщение и так далее. Это не суть. Суть в том, что эта база данных, распределенный реестр, он хранится не на каком-то сервере. Слышали слово нода, да? Да, все там слышали слово нода. У кого-нибудь есть нода биткоин? Есть, да? Отлично. Вот один вот мужчина, да. Вот это один человек в зале, который владеет своими биткоинами. Понимаете, да? 2 тысячи я не достану его. Отлично. Но база данных призом биткоин-кор у вас стоит? Биткоин-кор стоит. Все, гениально. Вот это единственный человек, которому принадлежат его биткоины. Я свои биткоины продал в 2014 году по 300 долларов в таком прохождении. Поэтому смотрите, в чем смысл. Если вы не имеете доступа к этой базе данных прямого личного доступа, а это достаточно сложно в других криптовалютах, соответственно, вы не имеете своих монет, то есть ваши биткоины, эфириумы, там, все что угодно, не принадлежит вам, если у вас нет этой базы данных. Если у вас нет приватного ключа от этой базы данных. Кто-нибудь знает, как выглядит приватный ключ биткоина? Ну, вы знаете, я... Да, класс. А все остальные мне... Да. Проблема в том, что вы знаете, как выглядит публичный ключ биткоина. Но вы не знаете, как выглядит приватный ключ. Волит-дат. Что вы говорите? Волит-дат. Да. Да, в этом файле, да, вы можете создать... Соответственно, смотрите, какая получается интересная ситуация. В мире несколько миллионов человек пользуются криптовалютами, но по факту они ими не владеют. Ваши биткоины, которые находятся на каком-то кошельке, так называемом, удобном, я постоянно слышу, давайте сделаем... Что там, какой-то отпечатком пальца, или сетчаткой глаза, или пин-код. Двухфакторную спецификацию давайте сделаем. Ну, если мы это сделаем, ваши призмы будут принадлежать тому, кому принадлежит сервис, который предоставляет вам доступ к этой базе данных. То есть, если у вас нет доступа к этой базе данных, эти монеты не ваши. Понимаете, да? Соответственно, продолжим. Вчера вы мне задавали вопрос о народности криптовалюты, призм. Вот мы народ. Вот. Как выясняется, народ, в общем-то, даже не понимает, чем иметь дело. И, находясь в каком-то тумане собственных заблуждений, пытается интерпретировать актуальную информацию таким образом, как ему это удобно. Понимаете, да? Соответственно, смотрите, какая получается ситуация. Когда пользователи всех криптовалют... Вот эту информацию, которую я вам сейчас даю, ну, то есть, криптоблогер, вот эти вот, извините, там, нехорошие слова, они вам об этом никто никогда не расскажет. Ну, потому что это невыгодно, неинтересно, масса сервисов на это завязана, они зарабатывают на этом деньги. Мы делали продукт, который позволит каждому человеку иметь прямой доступ к этой базе данных. Причем не просто прямой, а им должно легко пользоваться. Вот, простите, извините, как вам попрощаться? Евгений, скажите, пожалуйста, у вас есть же нота призм тоже? Форзинг есть, да? Чем удобнее пользоваться, биткоин, корр или призм? Призм удобнее. Удобнее, почему? Вы согласны со мной, что призм с точки зрения прямого доступа к криптографии относительно других криптовалют, это для людей сделано, а там сделано для фриков и гиков. Это прорывная технология, а чтобы с биткоин-поя разобраться, там реальным киком, все-таки, надо заворочиться и сидеть. Спасибо. То есть это, я первый раз, это не какое-то там подставление. Вы можете в этом разобраться тоже, если станете киками, там, и фриками, не знаю, если есть желание к этому разобраться. Но мы намеренно делали систему шифрования и доступ к этой системе шифрования таким образом, чтобы этим мог пользоваться каждый. Вот Алексей, вот все говорят, любая бабушка на своем компьютере может владеть криптовалютой призм и быть ее владельцем. Это именно так и есть. Это буквально означает именно это. То есть если в вашем компьютере установлена нода призм или нода любой другой криптовалюты, вы владеете своей криптовалютой. Но если вы пошли на кошелек, например, блокчейн инфо, там, или каких-то масса других кошельков, связанных с биткоином, вы не владеете своими монетами. Вашими монетами владеет тот, кто предоставляет вам сервис доступа к той самой биткоин-кор, в которой, в принципе, обычному человеку разобраться нереально. Что-нибудь понятно? Это определение, да? Определение народной декоративной валюты. Это смысл, почему-то. Но смысл определения, да. Смысл определения? Да. Почему она именно народу страдает? Да. Вопросы задавал? Маленько. Спасибо, Олег Михайлович. Гениально. В этом и есть наш прорыв. То есть, мы сделали криптовалютный продукт, доступный каждому, с удобным интерфейсом, с простой синхронизацией, с легким и быстрым движком, который синхронизирует между собой все устройства, на которых установлена вот эта база данных. То есть, если сравнить скорость синхронизации узлов призм с стабильностью синхронизации узлов других криптовалют, мы на голову выше. А последнее обновление, кто-нибудь новую ноду скачивал? Да. Да. Насколько быстрее она у вас скачалась на 3-е-е-е-е? раза в 2. Она скачалась за 4 часа, старая скачалась где-то от 12 часов. Там сутки почти. Да. То есть разница приличная. Именно поэтому я вот на своем канале попросил, это не значит, что мы поменяли базу блокчейн. Я на своем канале попросил всех скачайте блокчейн с нуля и посмотрите насколько быстро это работает. Что вы говорите? Вы можете оставить старую базу, если она там до определенной высоты блока, она переформатируется в новую и будет так же быстро работать. Но я бы хотел, чтобы вы попробовали это сделать с нуля. Самое главное, что синхронизация вот этой базы происходит с компьютером, тех, у кого она уже стоит. Пожалуйста. Юрий, я хочу вопрос задать. Я понимаю, можно? Погромче. Спасибо. Давайте. Мы понимаем, что если мы кашель, ну, условно кашельам, доверять какой-то среде официальные пользуются. Не кашелек. Давайте правильный интернал. Приватный ключ. Генерируйте либо вы, либо кто-то другое. Ну, в этом случае, смотрите, ведь мы все пользуемся браузерами, которые уже привычны для простых людей, да? А вот не получается ли так, что та информация, которую мы доверяем, браузерам, то, что... Какая связь вообще между тем, что и говорили, браузеры? Если вот как раз проблема... Проблема у вас, пока. Воровства монет возникает через те, что определенные люди устанавливают программы, мы заходим, пользуемся какой-то удобной программой, в том числе Google, допустим, или... Ну, Google, да? И в итоге эти программы перехватывают приватные ключи. Но Google не перехватывает приватные ключи, наше время. Google не перехватывает приватные ключи. Перехватывает приватные ключи разного рода программульки, которые вы скачиваете по ссылкам. Хей, скачай вот эту ссылку, здесь суперкран биткоина, о, а вот это супер-мега-фича, заработай какие-то бешеные проценты. Вот это лоховство, которое вы называете программами, да, это ваше ответственность. Понимаете? То есть, граница того, что не Google, не скажем, Касперский, да, антивирусов. У меня нет вообще никаких антивирусов, никогда не пользовался антивирусом, по причине того, что лично знаком со специалистами, работающими в компании Касперский. У меня нет никаких антивирусов, я не пытаюсь вот этими там супер-мега-надстройками защитить себя, то есть, каждая надстройка внутри вашей операционной системы, это так называемые форточки, да, через которые к вам можно лазить. То есть, если вы не готовы к тому, чтобы к вам кто-то лазил, ну, не устанавливайте себе всякий софт ненужный. Потому что, по факту, 90% программ, которые имеют в себе вот эти вот вирусы, трояны, и так далее, по факту это ненужный бестолковый софт, от которого только беды и проблемы. Да, ну, эту проблему на самом деле мы уже в принципе практически решили, там, сейчас, чуть попозже об этом расскажу, кошельком ноды будет пользоваться вообще настолько безопасно, насколько, ну, в принципе, сейчас позволяют это делать технологии, я имею в виду просто железо компьютерное. К этому мы вернемся. Соответственно, мы понимаем, что если мы не имеем прямого доступа к этой базе данных и приватный ключ создан кем-то другим не вами, это значит ваши монеты вам не принадлежат. Вы подвергаете себя еще большей опасности, чем иметь вирус какой-то там на компьютере, потому что никто никогда вам не скажет, в какой момент перестанет этот сервис работать, никто никогда вам не скажет о том, в какой момент сдадут нервы у того, кто вам представляет этот сервис, потому что так называемое, все знают, кто это сказал, температура плавления у каждого своя. Есть. Понимаете? Для кого-то тысяча долларов большие деньги, для кого-то сто, кто-то расплавится при миллионе, но он это сделает, то есть это произойдет. Именно поэтому мы попытались и создали ту систему, в которой не будет общего центра принятия там связанного с деньгами, скажем так. То есть вы, каждый из вас являетесь так называемым майнером, добытчиком этой криптовалюты. Вы, каждый из вас имеете возможность торговать тем, что добыли, получая из этого прибыль, не привязываясь вообще никому, никакому администрированию. То есть сеть призм администрировать может каждый. Понимаете, да? Или нет? Идем дальше. Юра, я думаю, не каждый понимает, что такое администрирование и быть администратором в сети. Расшифруешь? Да, давайте сейчас. Роман задал вопрос. Все ли понимают, что такое быть администратором в сети призм? Я отвечу на этот вопрос для Романа и, соответственно, для вас всех. Смотрите, что такое администрирование? Вот это программное обеспечение, которое называется там биткоин-кор или, например, призм, это у нас мы там это ноды называемые. Нода переводится с английского языка слово ноут. Это узел. Это сетевой узел. То есть наша система работает по принципу сетевых узлов, которые общаются между собой по протоколу HTTP. Что это значит? Это значит, что информация, которая передается о совершенных либо запланированных транзакциях между сетевыми узлами передается как простые запросы к обычному сайту. то есть сеть интернет воспринимает сеть призм как просто сайта. То есть если вы установили себе ноду на свой компьютер, внешне, со стороны провайдера и так далее, это выглядит просто как сайт в интернете. И вот эти все сайты в интернете, каждый имеет свою ноду на своем компьютере. Все эти ноды между собой связаны. Если у вас стоит нода, которая синхронизирует между синхронизируется со всей остальной сетью и ведет реестр блокчейна, то есть записывают туда транзакции, это значит, что вы администрируете эту сеть. Это значит, что если Роман или я выключим свои сетевые узлы, то ваши сетевые узлы на ваших домашних компьютерах будут продолжать поддерживать эту сеть. И в этом случае ваши монеты всегда останутся вашими. Вот это называется администрирование сети. То есть если вы имеете прямой доступ к синхронизации с другими компьютерами, вы уже администратор этой сети. Без этих администраторов сети, сетевых узлов, сеть ни одной криптовалюты работать не может в принципе. То есть если мы все отключим свои компьютеры, у нас не будет монеты. призм. То есть монета призм принадлежит администраторам. Это первое, что должны все понять. Второе, администраторы это вы все. Каждый из вас это администратор. И если вы не поддерживаете эту сеть, то вы не администратор, вы просто владеете монетой. поэтому два года я долблю головой в стены и говорю скачивайте монеты, синхронизируйте сетью, используйте криптографию просто, пусть она будет доступна каждому из вас. Не попадайтесь на ловушки мошенников, которые вам рассказывают о том, что это сложно, это просто. Нет ничего проще, чем с помощью обычного ключа подписать и совершить транзакцию. Это анонимно. Это не требует никакой регистрации нигде. То есть вы просто в этой базе данных генерируете свой приватный ключ и это и есть ваш кошелек. Вопрос в том, что конечно вы можете этот приватный ключ отправить куда-то Маша по почте, смотри, что это я не разобралась. Маша тебе скажет все нормально, туда можно купить монеты. Через там какое-то это разработчики все украли. Это они знают как это все делать. Понимаете? Вы никогда не подумайте на Машу как Маша моя подруга вот что я всего лишь ей показал приватный ключ. Мне присылали. Понимаете, да? То есть это то же самое что там деньги в кошельке у вас лежат просто бумажные. Это вот дать свой кошелек кому-то со словами там у меня деньги лежат возьми 3 рубля 50 копеек купи хлеба и молока. Приносит там ничего нету. Там же были миллионы. Попробую докажу. Вот это принцип так называемой децентрализации. Децентрализация это когда мы все вместе решаем нашу судьбу. это не децентрализация это балаган. Понимаете? Децентрализация это когда на каждом компьютере каждого конкретного пользователя установлен сетевой узел который синхронизирован с этой сетью и ведет свой реестр блокчейна который соответствует всем реестрам на всех компьютерах пользователей. Вот это децентрализация. Децентрализация это когда завтра придут ко мне к разработчику скажут выключай сервера я выключу оно будет работать. это децентрализация децентрализация это когда нету конкретного администратора который администрирует ваш доступ к криптовалюте нету сервиса который вам может завтра работать послезавтра не работать иметь какие-то возможности заблокировать ваш счет вот это децентрализация это когда вы сами обращаясь к этому реестру имеете возможность внести изменения в этот реестр эти изменения будут приняты сетью и будет совершена транзакция вот это называется децентрализация понимаете вот это марширование во все стороны с флагами мы за то а мы за вот это это не децентрализация это махновщина идем дальше да конечно в той ноде которую вы установите себе на компьютер есть полностью вся информация вы можете видеть количество нод вы можете видеть количество перов которые работают по статичному там есть такое понятие пижа это те ноды которые к сети подключены и имеют статический ip адрес что такое статический ip адрес это когда вы у провайдера просто платите какое-то количество денег получаете статическое ip адрес и со временем ноды они самообучаемые то есть если вы имеете статический адрес ваша нода начинает появляться в сети в виде пера и все остальные ноды которые даже работают с динамическим ip адресом со временем запишут в себе в лог файла специальные данные в вашем статическому айповед oream при шеalarю частью сети через который связи то есть вот например вот такой здесь вот статически да например а у динамические адреса вот динамический динамическим он динамическим соответственно что происходит но то с динамическими петле сами синхронизируются через моды со статическими адреса используются потому что эти статические адреса хорошо, так называемые well-known nodes, хорошо известные ноды. Вот этот список well-known nodes, он в этих нодах всегда прописывается. И если вот здесь появляется новый пользователь, вот, например, вы сегодня скачаете себе ноду новую, ваша нода, в ней есть список well-known nodes, к которым она сразу же обратится, получит информацию о том, что существует еще вот эта нода, вот эта, вот эта, вот эта, вот эта. И у вас количество этих пероев будет постоянно увеличиваться, увеличиваться, увеличиваться. Статический, это почему-то переозначено? Не, не меняется IP-адрес просто. Статический IP-адрес это тот, который просто не меняется. То есть вы платите своему провайдеру интернета за то, что у вас будет статический IP-адрес, и он у вас просто все время постоянный. Он не изменен, и из-за того, что он не изменен, вся сеть его начинает воспринимать как постоянно работающий узел, записывать его в файлы конфигурации, и то есть ваша нода будет просто видна в списке пероев, к вам можно будет подключиться как к хорошо известному узлу. Дальше, какие-то еще у нас? А можно еще по поводу супер-ноды? В призм нет супер-ноды, нет мастер-ноды. Понимаете, да? Объясните, что такое мастер-нода. Ну, это то же самое, что сейчас в призм. Что вы говорите? Мастер-нода, то же самое, она генерирует монеты, скажем так. Ну, смотри, немного другой принцип, смотрите. В некоторых криптовалютах мастер-нода это узлы, которые принимают анонсы несовершенных транзакций, подтверждают их и дальше распределяют во всю сеть. У нас нет мастер-ноды, потому что если вы имеете ноду, вы можете зайти в раздел моей транзакции, выбрать все неподтвержденные, и вы увидите, что все неподтвержденные транзакции приходят в вашу ноду тоже. Понимаете? У нас нет, у нас одноуровневая сеть. У нас нет какого-то главного узла или второстепенного. То есть анонсы, транзакции приходят на все узлы одновременно. Поэтому и люди, про мастер-ноды, это так называемая информация, которая генерируется теми, кто пытается ввести вас в заблуждение. Ну, по сути, это мошенники. То есть если мы говорим о том, что сеть децентрализована, это можно проверить. То есть не нужно кому-то там верить в Васи, Майя, мне, Пети. Нужно просто скачать ноду и посмотреть, насколько она отличается от сетевых узлов и других криптовалют. И после этого принять для себя решение. А просто так, да вот там у вас вот это, а что это вот это? Да хрен его знает, но оно у вас все равно вот это. Ну, то есть это на уровне, это вся власть советом обжирать награды на это все. Пьяные моряки пришли всех порезать. В этом месяце у нас зафиксировано больше 300 узлов сети, а в пике было, ну, я наблюдал такое, то, что больше 600 узлов было в пике. Да, вы смотрите, отличная информация, но о чем она говорит? То есть, с одной стороны, с точки зрения всех криптовалют, там из списка CoinMarketCap, там 2000 криптовалют, это круто. С моей точки зрения, это дно вообще просто. Дно необразованности, непонимания наших пользователей, того, что у нас может быть десятки тысяч пользователей, которые не знают о том вообще, с чем они соприкоснулись. И всего 600 человек из них установили себе ноду, и, блин, думают, ну, да, крутая штука же, реально интересная. Лучше я не буду никому об этом рассказывать. Наверное, это секрет. Понимаете, да, как это все происходит? Переходим, ну, то есть, все поняли, что если вы, неважно какая криптовалюта, пользуетесь сервисом, который имеет такие вещи, как двухфакторная идентификация, защита там, какой-то там хрен пойми чего, от самого себя, да, это значит, вашими монетами владеет тот, кто предоставляет вам этот сервис. Да, есть такие сервисы, например, биржи, да, 90% пользователей криптовалют, храняя свои монеты на биржах. И что из этого получается? Мы с первого дня говорим, призм это не биржевой инструмент. Николай нам всем объясняет, вот он постоянно в своих видео, говорит, товарищи, призм не биржевой инструмент, потому что, я объясню, почему мы не стали делать призм биржевым инструментом. Потому что любая криптовалюта, которая ваша, условно, ваши монеты, которые находятся на аккаунте бирже, порождают такую сущность, как кит. Слышали, кто такой? Киты. Киты пришли, обвалили курс. Слышали, да, кто не знает, киты в криптовалютах? Киты против хомячков. Вот этот бред, вот эта вот шизофрения, которая непонятно с кем сгенерирована. Я вам просто сейчас объясню, откуда вообще все это берется. Киты против хомяков. Значит, смотрите, вот у нас есть какой-то сервис, неважно, как этот сервис называется, бирже условно. У этого сервиса есть администратор, то есть хозяин этого сервиса, который предоставляет вам какие-то услуги. Значит, что он делает, этот хозяин? Конечно, мы предполагаем, что он честный, справедливый, вообще, ну вообще классный парень. Ну просто классный, почему? Да он красивый такой, ну классный, вот мы с ним встречались, он там все, нам чаем напоил, он такой, все классно, говорит, все будет круто, давайте, ко мне сипок, ну вообще, вот он классный, просто он крутой. я никогда не рассматриваю позитивных сценариев, я всегда рассматриваю только негативные сценарии. Я думаю, вы заметили, да, что об этом чуть позже. Значит, смотрите, вот есть биржа, на эту биржу приходит один человек, приносит свои условно биткоины, приходит другой человек, я вам просто это рассказываю, это не теория, да, вы понимали, ну то есть я сам был вот в этом месте, да, в качестве администратора всей этой сети, и я понимаю, как это работает, и когда я понял, как это работает, я продал все свои биткоины. Сейчас я вам просто объясню, почему, ну как это все происходит. Вот смотрите, есть человек, один принес биткоины, другой принес доллары. Все они их принесли в одно место, в этом месте есть какой-то классный парень, который это место администрирует. Значит, что получается, у этого классного парня есть и ваши биткоины, и ваши доллары. Значит, классный парень берет у вас комиссию за то, что там каких-то там 0,00 там сколько-то процентов за то, что вам меняет эти там предоставляют услуги сервиса по обмену вот этих вот монет в принципе вас это устраивает, потому что вы смайнили биток, принесли его на биржу, продали, деньги вывели, ну, вроде там потеряли какую-то небольшую комиссию, и все, и хорошо, и хрен с ним. Но по факту получается, что этот классный парень в какой-то момент перестает быть классным, потому что, когда он начинал этот бизнес, для него там 10 тысяч долларов, блин, 10 тысяч баксов в месяц, нормально, значит, через три месяца куплю новую волжану, то есть, вот примерно так он думал, когда он получил 30, уже как волжану не интересует, ему нужно там что-то получше, и вот аппетит приходит во время еды, и в этот момент начинается манипулирование рынка, то есть, вот этот биржевой сервис имеет возможность вашими монетами и вашими деньгами манипулировать так называемыми стаканами, то есть, он может поднимать цену, может опускать цену, может с этой ценой делать все, что угодно, так происходило примерно там до 2014 года, потому что бирж было немного, не было централизованной какой-то площадки, анализирующей эти биржи, там никто в принципе не понимал, все было на уровне и пошли, то есть, вот так вот все это было. Соответственно, вот эти люди, манипулируя этим рынком, могли поднимать цену, опускать цену, делать с ценой в принципе все, что им угодно для того, чтобы получить больше прибыли. В 2014 году там начали сыпаться эти биржи, они просто скамились, они вместе с деньгами, вместе с криптовалютой исчезали просто и все. Потом более-менее этот рынок устаканился и этих бирж стало много. Но вот это вот все привело к так называемому появлению китов. Киты, вот тебе говорят, киты приплыли. Киты это админы бирж, которые гоняют между друг другом свои эти биткоины, анонимно они борются друг с другом по факту. то есть киты борются не с хомячками. То есть вы думаете, что задача китов побрить нам хомячков, то вы должны понимать, что у хомячков вот столько, а у китов вот столько, они играют в игру между собой. А то, что вы там попадаете в эти жернова этой игры, ну это уже как бы... и потом они говорят о-о-о-о, киты плохие. По факту они играют между собой. То есть они на арбитраже перебрасывают друг другу монеты, обогащаясь за счет того, что ведут эту теневую игру. Когда я это понял, я понял, что это будет несправедливо. То есть по факту мы владеем криптой, а отдав ее в чьи-то руки, кто-то будет манипулировать рынком этой крипты и цена будет там либо в ту, либо в другую сторону двигаться в зависимости от того, как он пожелает. Поэтому мы сделали призм не биржевым инструментом, потому что основной смысл владения своим кошельком заключается в том, что мы применили технологию так называемую парамайнинг, когда вы внутри вашего кошелька генерируете монеты и вам просто логически невыгодно эти монеты держать здесь на бирже. То есть по факту сообщества призм мы можем пользоваться всеми биржами, но биржевики на нас не будут влиять по причине того, что мы эти монеты держим у себя. Мы не даем им возможности манипулировать нам. В этом наша сила. Мы противостоим китам, не то, что там мы орём, киты козлы, или козлы киты. То есть мы этого не делаем. Мы просто концептуально перешли на другой уровень. мы их используем. Не они нас, а мы их используем. Это была ещё одна задача, которую нужно было решить при создании криптовалюты призм. Противостоять так называемым китам. Но противостоять этим китам просто рассказывая вам, друзья, вас всех дурят, вас всех обманывают, бессмысленно. Поэтому мы пошли логическим путём и концептуально всё сделали несколько иначе. Чтобы вам было невыгодно хранить свои монеты на той площадке, где вы этими монетами торгуете. Это понятно, да? Дальше идём. Так, ещё ещё вам сказать. Я даже не знаю, можно по часам. Да, слушай. Сейчас задавайте вопрос, почему исходный кодокрик был. Повторяй вопрос, чтобы был чечен. Задал отличный вопрос. Повторите, конечно. Повторите. Вопрос называется «Почему закрыт исходный код?» Примерно вот такой вопрос. На него ответ выглядит вот так. Исходный код открыт! Он не закрыт. Вы знаете, он для кого закрыт? Не-не-не, я просто вот мне вы говорите часто задаваемый вопрос. Мы с вами вот, ну, да, профессионалы вам когда-нибудь рассказывали то, о чем я сейчас говорю? Нет? Они профессионалы, значит? Они мошенники. Понимаете? Мошенники все открыто? Не-не, да, все открыто, я вам больше дорасскажу. У профессионалов нет вопросов к исходному коду призов. Вообще, в принципе, никаких. Потому что они профессионалы. а вот псевдопрофессионалы, у которых есть задача манипулировать вашим сознанием, у них да, они вам что угодно расскажут. Что он там закрыт, и вообще там пирамида. А создал его Муратов и Майоров, это ММ-щики. Бегите! Секунду, я отвечу на вопрос, спасибо. Вы очень много вопросов задаете, спасибо, я отвечу. смотрите, мы сейчас уже на протяжении двух или трех месяцев, если кто-то заметил, в CoinMarketCap появилась такая вкладка у криптовалют, она называется рейтингс. Заметили, да? То есть у каких-то криптовалют есть этот рейтинг, у каких-то нет, биткоина есть. Вот у нас скоро будет. А знаете, кто этот рейтинг делает? Этот рейтинг делает бостонская организация, которая связана с бостонским исходные коды криптовалют, дают конкретные указания на то, какие данные нужно предоставить, берут наш исходный код открытый и не имеют к нему вопросов. Как вы думаете? Что? Не якобы, конкретно есть конкретный файл. Мы написали о том, что есть этот файл. Но этот файл не имеет никакого отношения ни к генерации блоков, ни к децентрализации, ни вообще к криптосистеме. Этот файл не имеет отношения к криптографии. Этот файл занимает менее одного процента от всего объема исходного кода. И в этом файле и есть пара энжин. То есть та штука, которая генерирует вам все монеты. Если мы завтра откроем этот файл, то послезавтра каждый второй сделает свой призм и скажет вот я сделал новую крипту. И получится такая же система как с битком. Есть биткоин, есть 150 других биткоинов, они полезны только тем, что кто больше за них топит. Вот что у за крипта? У нас турбакойн. И что? Вообще такая прям вообще. Понимаете? Вот на этом уровне все происходит. Мы не открываем один файл, который не имеет никакого отношения к криптографии. У специалистов по криптовалютам нет никаких вопросов к этому файлу. они говорят да класс. А мы им еще досылаем наш патент на то, что мы это запатентовали. Они говорят вообще круто. Нет никаких вопросов ребята. Вы сделали крутую штуку. Вы доработали NXT до такого состояния, до которого вы не смогли доработать разработчики NXT. И об этом говорят специалисты, которые занимаются анализом рейтингом криптовалют. Которые там говорят на непонятном английском языке. Они молодые ребята. Мы с ними переписываемся, мы даже не знаем кто это. Мы просто хотим, чтобы они взяли нас в рейтинг. Работа это идет. Они сейчас прислали определенные техзадания на то, чтобы мы сделали под них специальный API, для того, чтобы они могли брать идентификаторы транзакций из каждого блока, для того, чтобы быть уверенными на 100%, что там нет никаких фальсификаций. Мы это делаем. Идем дальше. Я вас слушаю. Всем здравствуйте. Юра, ответьте, пожалуйста, на один вопрос. Чем отображается на CoinMarketCap неправильный объем торгов от Объясню. Я даже публиковал последнее письмо у себя на канале. Что они хотят? По факту как это все началось? Мы залистились на CoinMarketCap, они попросили выдачу параметров supply и average supply, то есть это количество монет, которые находятся на обороте, монет, которые вообще сгенерированы, и количество монет, которые будут в принципе до конца сгенерированы. Эти параметры выдает нода призм. То есть каждый, кто имеет ноду призм определенным запросом может получить этот параметр в онлайне четко понимают всю математику, бухгалтерию данной конкретной монеты. Эти данные были предоставлены, но так как мы концептуально другие, вот мы концептуально просто другие, то есть нет похожих даже криптовалют не с точки зрения технологии, а с точки зрения концепции. Это то же самое, что концептуально есть автомобили, у которых круглые колеса, а есть концептуальные автомобили, у которых нет колес. У нас просто нет колес. И те, кто привыкли ездить на круглых колесах, для них в голове не укладывается как без колес там вообще что это? Но через какое-то время, все понимают, да, без колес ничего не гремит, не стучит, она летит по воздуху. И здесь в принципе то же самое. То есть они запрашивают определенные данные, мы эти данные им предоставляем, но когда они эти данные получают и видят актуальную статистику, которую они же сами отображают, они говорят, вы знаете, у вас все круто, но мы вам не верим. А почему вы нам не верите? Ну потому что как у вас может быть 200 миллионов монет и при этом на бирже продается в день не знаю 10 тысяч там 200 миллион менее одного процента у вас торгуется на бирже. Что у вас там происходит вообще? Кто вы? Понимаете? на площадке, которая говорим о том, что такое криптовалюта, мы анализируем криптовалюту, а вы кто? Вы какой-то дракон, который просто лезете в топ-10 криптовалют, мы смотрим ваш блокчейн, видим, что у вас там каша из транзакций, миллион, ну там, 600 форжащих узлов, вообще не пойми что, сфальсифицировать это невозможно, где вы торгуете этой монетой? Что происходит? Кто вы вообще? Примерно вот такой вопрос нам узнает CoinMarketCap, они спросили, какое количество монет находится у разработчиков, они спросили, какое количество монет находится в обороте, все эти данные мы дали, вот даже есть вот некоторые люди, они знают эти данные, мы эти данные, они открытые, но мы просто не даем, мы можем вот Роману спросить, он вам в полете скажет просто цифры, но он не скажет откуда их брать, потому что у нас есть другая проблема нас постоянно подосит кто-то, не знаю, кто-то из вас может быть, скорее всего, скорее всего из тех, кто здесь в зале, любитель додосин, ну хорошо, ну кто-то здесь, я уверен, что в этом зале у меня сейчас слушают и улыбаются, ребята, ну перестаньте, ну зачем это нужно, вы просто долбите сами себя получаете, вы пытаетесь доказать мне, что я не прав, ну а когда правда на моей стороне, поэтому лучше давайте не будем рушить то, чем вы сами всем пользуетесь, то есть вы додосите то, с чего вы сами кормитесь, ну я не вижу этого смысла, поэтому coin market cap на сегодняшний день остановил, ну то есть они не принимают данные, они отображают какие-то статические данные, которые уже там висят несколько месяцев подряд и ждут от нас каких-то действий адекватных обстановки, адекватность обстановки это значит, что призм это криптовалюта, вопрос ну как однозначно, криптовалюты торгуются на криптобиржах? да, а где ваши торгуются? колхоз на выезд, зачем моя деньга, где хочу, то мы продаем нет, это все правильно, это все будет, вопрос в том, что вот это суждение, вот это суждение мы ушли, где хочу, это деградация монеты получается так, что вы сами себя загоняете, ну то есть кастрируете свое будущее, то есть вы лишаете себя тех перспектив, которые есть в призмах, вы лишаете себя того, что в эту монету заложено, то есть ту идею, концепцию, то есть вы всего этого лишаетесь. просто изначально, когда первый год я первый задал вопрос, Алексей ездил по стране и говорил, создавайте больше отменников, ну вот с этого и пошло так, что создали себе больше отменников, теперь он не может переломать себя и пойти на это. вот вопрос, задерживаем вопрос. вот тут все собрались, я понимаю, здесь у нас такое ядро, да, что будем делать с частными лальками? Михалыч, это серьезный вопрос, я понял, что мы будем с ними делать, это вопрос не нам, от владельца КВД не будем сажать на баржу, давайте пробиржем, давайте продолжим, да, пробиржем, биржем, 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 можно цифру, скажите, пожалуйста, где лучше торговать, на бирже или в частных бирже, можно цифру? Давайте цифру слышим. Смотрите, был вопрос у нас, coinmarketcap, он нам не верит, вот, прозвучал вопрос, то, что coinmarketcap нам не верит, и он к нам предвзятость на сегодняшний день относится, почему это происходит, у нас внутренний валовый оборот, я не про, может быть, неправильно терминологи говорю, но объем монет, которые совершены, переходят из кошелька в кошелек, он составляет на май месяц, я не могу, ну, сейчас сказать, в режиме онлайн, в режиме онлайн сказать, какой сейчас на текущий момент времени, но в мае месяце 105 миллионов монет было бы совершено в виде транзакции от пользователя к пользователю, coinmarketcap не понимает, откуда у нас этот оборот, потому что у нас оборота на бирже нет, а coinmarketcap мыслит понятием биржи, то есть, если есть оборот в монете, если есть оборот в монете, то значит, этот оборот должен отражаться и на бирже, потому что мы с вами должны купить эти монеты на биржу и прийти на биржу другому участнику продать, а в результате мы породили систему, где есть частные обменники, есть люди, которые торгуются между собой в чатах их огромное количество, я пришел к Михайловичу, Михайлович, дай мне там тысячу монет, а он говорит, ну конечно там, сколько там курс, там 10 рублей, ну на, все, этот объем никак не отобразился на coinmarketcap, а coinmarketcap, вы что тут, вы кто такие, у вас там куча монет, откуда они взялись, огромная капитализация, мы породили систему, нам не верят, что мы криптовалюта, хотя мы криптовалюта, есть исходный код, он открыт, и Юра об этом и говорит, Юра, спасибо. Ну, да, я хочу еще добавить, оставьте, кстати, микрофон, да. Надо все-таки на вопрос ответить. Сейчас еще добавлю, за прошлый месяц как раз объем составил на 110 миллионов монет, ну, за июнь месяц, в прошлом месяце, по среднему курсу 20 центов это 22 миллиона оборот долларов составил наши валюты. С учетом этих открытых объемов, которые были бы на coinmarketcap, наша монета уже давно была бы в рейтинге. Полностью. И в торгах. Присма звучала, что мы другие. Почему мы должны идти на поводу тех, кто не понимает, что мы другие? Призма это криптовалюта? Мы должны идти своим другом, чтобы мы не понимали. Это нового модуля сети. Призма это криптовалюта? Нового поколения нет. Нового поколения нет. Нового поколения нет. Нового поколения нет. Четко могут определить, что это криптовалюта. Ну, все. А если если мы не верим, что мы криптовалюта, то это их планы. Крапия, это у нас. Опять 25. На самом деле, это наша проблема, если кто-то там что-то не видит. Сейчас, секунду. Отвести голову. Смотрите, какая ситуация. Вот эта ситуация с обменом в частных, вот этих вот мимо coinmarketcap'а и там вот друг с другом вот эти P2P сделки так называемые. Это нужно будет делать лет через 10. Ну, там 5. Да, это будущее. То есть, когда оборот биржевой будет там составлять вот эти 20 миллионов, там 30, 100 миллионов долларов в месяц, ну, тогда вот это все будет происходить, ну, то есть, вы можете там часто меняться, там и так далее. но тогда вот к тому моменту уже призом будет выглядеть там в топ-10 криптовалют находиться, он будет ликвиден. Что значит ликвиден? Но его можно будет в любой момент продать где угодно, не обязательно. Потому что, как получается, я купил у Михайловича монеты. Опять Михайлович? Да. А куда мне их продать? Я иду к Михайловичу, говорю, Михайлович, купи у меня монеты. Михайлович садится в крысер, нажимает петербург, я думаю, почему я не ехал? Я только так в клубах дыма, где монеты, куда деньги? А если есть оборот на бирже, то я совершенно свободно иду на биржу, продаю любое количество монет. И когда на биржах есть оборот, к нам придут большие капиталы, к нам придут крупные игроки, к нам придут иностранцы, потому что, ну, представьте себе, вот мы сейчас все собрались, говорим по-русски, друг друга понимаем. Завтра придут к нам французы, финны, испанцы, и китайцы. Кто с ними будет вообще это объяснять? Ну, кто-нибудь из вас готов к там объяснить? Я думаю, что русскоязычные граждане других страны будут им это объяснять. Вы на танки что-ли туда поедете и будете им объяснять? Уже все, как в Чехословакии там, может, были. Давайте, пожалуйста, мы без этого фанатизмимаем. Ну, сейчас, в данный момент уже ведется, многие люди же хотели сэкономить для ввода долларов на ту же БТЦ Альфа и тому подобное, потому что там, ну, 5%, если 4-5% сжирает. То есть люди с целью экономии пи-ту-пи-сделки делали. Сейчас же у нас в сообществе есть, где можно приобрести доллары по Альфа-коду и сразу завести туда. Да, это уже есть, мы это продвигаем, настаиваем, просим, чтобы все это делали, потому что это, в первую очередь, выгодно для вас. То есть вам гораздо выгоднее купить этот Альфа-код, напрямую завести монеты на биржу, потом этот Альфа-код также продать. Это выгоднее для вас, чем использовать какие-то другие способы покупки и продажи монет. Кто еще не знал про Альфа-коды? Да, ну это не обязательно Альфа-код, мы его так условно называем. Вообще, в принципе, на всех биржах есть такой инструмент, как внутри биржевые коды, внутри биржевая валюта, с помощью которой можно внутри биржи обмениваться между аккордами. Это выгоднее для вас, чем вообще все остальное. Да. Что вы говорите? Безопасность. Можно я пропоникюю? Нет, просто пиво. Можно еще? Мы продолжаем. Продолжаем. Сейчас, да, немножко. Извините, Девдонго не понял вопрос. Можно я пропоникюю? Девушка, как я понял, поинтересовалась, а безопасно ли это, то, что мы организовали этот чат, и чтобы люди заходили на биржу и покупали через Альфа-код? Вот да, это отличный вопрос, да. Смотрите, вот Роман, он организатор этого чата. Он все об этом знает. Когда мы закончим обсуждать все вопросы, мы все вместе придем к Роману, у кого есть это задание. Он круто все объяснит, расскажет, там все понятно, элементарнейшим образом мы в этом во всем разберемся. Можно я сейчас закрою этот вопрос быстро? Не надо, Роман, потом у тебя все придут и спросим. Можно еще параллельно вопрос? А как покупки за призм в этом отношении? Да, это отличная тема. Смотрите, очень важно, то есть на сегодняшний день, по большому счету, вот эти вот те самые покупки за призм, это та ширма, за которой мы, как сообщество, можем спрятаться и придя, ну и ею проламливать двери там в другие сообщества. Мы придем в другую криптовалюту, скажем, что у вас же турбокоины, что там за них можно купить? А у нас, смотри, тут можно семечки купить, ножи, топоры, вилы, ботинки, и все больше, и больше, и больше, и больше этих товаров. То есть сегодня сразу же это не будет работать в том объеме, в котором вам это хочется. И мне это хочется. То есть вот этот товарооборот, продажа товара за криптовалюту призм, это вот, это круто, это нужно делать. Но пока на том уровне, на котором это все делается, это просто ширма. Ну, мы так и прикрылись, пошли вперед. Молит, это неудобно. Это неудобно. Да, это круто. Я же не говорю, что это неудобно, или неправильно. Это ширма. И никакая тишина, за которую мы прячемся. Реально. Стоп, можно я к чему скажу? У нас есть такой товарищ, он ЖКХ платит, у него чаты свои, и тут же в чате продает эти деньги. То есть иди на биржу и продавай себе валюту. Все пьем. Делай этот оборот. Здесь смотрите, господа, очень важно, вот, все говорят, важна последовательность действия. Последовательность. Последовательность действия. То есть все действия, о которых вы говорите, они правильные. Но очень важно то, в какой последовательности эти действия будут происходить. Потому что они все влекут, они друг из друга исходят, они друг за другом идут. То есть, если нам сегодня удобно продавать и покупать что-то за призом, внутри нашего сообщества, это круто, это надо делать. но при этом нужно не забывать о том, что мы монеты, которые получаем, их нужно понести на биржу, а не в чат там в какой-то. Вова. Понимаете? И тот, кто хочет купить у вас товар, он должен пойти на биржу и купить эти монеты на бирже, принести, обменяться с вами. Это очень круто, это можно делать всегда, с самого начала, это нужно делать. Для парамайнинг принесет. Для парамайнинг принесет. А зачем вести дальше эти монеты на бирже, если, например, можно у Аптолика купить товар за эти же монеты? Вопрос. Просто тогда оборота на биржах нету. Просто идет оборот монет. Да. Понимаете? Он это возвращается. И мы попадаем вот в эту вот замкнутую систему. Мы сами себя зацикливаем на самих себе. То есть, чем шире мы будем развиваться среди вот всего криптосообщества, среди всей криптоиндустрии, тем лучше для нас. Ир, можешь сказать? Ну, Михалыч, еще чего. Мы же можем просто условно договориться, прогонять какой-то объем через биржу. Если научить новичков вот им не давать возможности покупать через ПТВП-обменники, а сразу вот показать, что только на бирже. И у него в мозгах вот он только на бирже покупает. Так она это делать. Нет, просто наручная концепция. Если бы вы не наручили, он бы бы... Доллар бы была цена, и все, проблем бы не было. А мы все зависим от биржи. Поэтому вот так и происходит такой бардаш. Правильно, Михалыч? А если бы стоило бы доллар, как бы как вначале это все двигалось, да? У тебя бы не было в ролях вообще с биржи. Никаких абсолютно. Вот был бы доллар, и все. Но мы сами ее нарушили, а теперь сами недовольны. Почему? Потому что мозгов нет у людей. Ну ладно, призм будет стоить гораздо больше. Понятно. Просто я хочу поставить на места свои. Смотри, вот по поводу товарообмена. Это очень классно. Но опять-таки оно не тоже не огражает объем. Почему? Я, например, этим графом. Мы тебя забрали. На, держи. Тихо. Смотрите, получается, товарообмен. Ух ты какой! Как их отобразить на бирже? Это же нереально. То есть, я покупал, например, в доме шкафа. Я себе положил 40 тысяч рублей или сказал, могу дать тебе монеты, ты будешь получать процент. Естественно, взял призм с процентом. Вот. Потом в городе начал купить это флаг. И тоже ему сказал, да, тебе рубль или призм с процентом. Вот тоже взял призм с процентом. Такими темпами это призм никогда не уйдет на биржу, пока опызенную роду люди не получатся. Да, конечно. Это понятно. Но это дела нашего сообщества внутри. Понимаете? Мы... Я не говорю о том, что это не нужно делать. Я говорю о том, что это нужно делать. Это правильно. Это вам почти никто не делает. Только благодаря тому, что мы такое мощное сообщество, мы имеем возможность вообще это в принципе делать. Не в одной... Ну, то есть, мало какая крипта вообще это делает. Сообщество. Да, за витки можно купить патроны и наркоту. А вот шкаф купить по газопризмам. Понимаете? В этом наша сила. Я не говорю о том, что это не нужно делать. Это очень важно. Это нужно делать. Я говорю о том, что если мы людей знакомим с призм, то надо их знакомить, вести их правильным путем, по правильной дороге для того, чтобы все участники сообщества были ну, выгоду какую-то получить. То есть, были удовлетворены теми результатами, которые мы добьемся с течением времени. Да. Где правильная дорога? Где почитать про нее можно? Блин, как сложно. И сейчас выжить. Женщики, которые там, 7, 52, 60, 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 Здравствуйте. Спасибо большое. Первый момент. То есть, получается, все наши товарищи, друзья сообщества должны понимать, что когда человек узнает от вас о призм, то вы его отправляете сразу на биржу, как я сейчас делаю, например. И у меня никто не против этого. Они идут и покупают. Потому что я знаю, что если да, он потеряет процент, да, я могу помочь с альфа-кодами, то есть, Мы находим альфа-коды. Но если мы все хотим, чтобы курс рос, и чтобы мы скорее попали в рейтинг, нам просто посыл от Евгения такой, чтобы мы все шли и новеньких людей отправляли на биржу, правильно? Тогда будет расти курс, и все будет хорошо. Конечно, людям сначала жалко, там 5%, тут 4%, но если ему правильно объяснить, что тогда курс будет расти, тебе будет выгодно, иди покупай, и все будет хорошо. Это же от нас зависит, это первое. И второе, ну то есть мой тоже призыв, давайте всех отправлять на биржу, и все. Тогда будут... Вот и все, о чем мы тут спорим с этим, ребят, что мы понимаем? И еще второй, можно момент? Можно как-то облегчить покупку для иностранных граждан? У меня вот много партнеров и подруг с Америки сейчас вот заходят, и им сложно. Там скрил, они сначала там все документы загрузили, и они у меня бедные девчонки, 5 суток призом. Они говорят, я на бирже хочу купить, но я не могу, им сложно это сделать. Вот Николай у нас, так сказать, взял на себя инициативу помочь вот таким людям и партнерам, как есть у вас. Очень много. Николай занимается тем, что информирует сообщество о том, что торговать нужно на бирже, и Николай возглавил, ну так сказать, дал импульс к движению по листингу призом на бирже. Понимаете, да? То есть Николай занимается тем, что листит на бирже. Как он это делает? По факту, я тоже поддерживаю Николая. Мы же объемы большие, это хорошие объемы. Мы, вот Николай, вот наша вот целая там бригада, да, вот там даже чат есть про движение. Мы пропагандируем то, что каждый пользователь криптовалюты призом может отправить там какое-то количество монет, которые мы соберем все вместе, все вместе в один котел. Эти монеты, этими монетами оплатим листинг там на ту биржу, на другую, на эту, на пятом, десятом. Почему мы именно так действуем? Все скажут, вот они собирают монеты, сами не могут эти разработчики, сковнюки вообще какие-то. Все на самом деле не так. Мы это делаем для того, чтобы вы, как пользователи, чувствовали свою причастность к тому, что вот эта монета выходит на те рынки или выходит на другие рынки. Появляются такие лидеры, как вы, которые говорят, у меня есть люди в Америке, давайте что-то делать для американцев, они принесут нам доллары, не мне, не вам лично и не мне, а всем нам принесут доллары и поднимут курс этой монеты. Но все говорят, я буду желать, короче. Я свои монеты хрен кому-то. Ну хорошо, если мы соберемся и оплатим листинг, окей, но нужны тогда будут объемы для этих биржей, мне скажут, где ваши объемы, тогда нужно идти. А это уже, да, это уже задача лидеров, которые предлагают, зависится там или... Объемы, да, объемы монет, конечно. Ну нужно объяснять нашим пользователям, которые обладают монетами, обладают монетами. Вот первый вопрос у меня у людей, да я очень много приглашаю людей, рассказываю, ну, там придут завтрак взять, минутку внимания, дай мне, вот. Минутку внимания, можно? Смотрите, я как бы общаюсь со многими людьми, у них, вот, новенькие, абсолют, вот с земли, вот продавщица там, ну его, например, вы возьмете, да? Вопрос первый, а как их можно обналичить? Ни в коем случае не говорите, что в чате мы продаем, вот сложнее будет переучивать, вот колоба сидит у нас, да, всем неизвестный, да? Сложнее переучивать человека, уже все, у него уже рельсы влево пошли, все, и прямо вот это... будет очень сложно. Сразу учитывая правильно, потому что у всех вопросов, а как я могу их обналичить, чтобы получить денежки, вот, к которому ты нам привыкли, только биржу. Да, Михалыч, все правильно. Молодец, дай, пожалуйста, приветствую. Друзья, прозвучал вопрос жадности, да, ну, не в явном виде, а про комиссии. Вот смотрите, если мы идем на биржу и продаем, да, у нас будет комиссия, да, за обналичивание, за обмен на фиатную, либо на другую валюту. Но у нас наши кошельки дают нам определенную доходность. И если мы с вами смотрим и считаем копееку, которую мы отдадим этому сервису, то о какой может быть биржевой торговле идти и ценности монеты, и повышение ее цены, и повышение объема. Поэтому вот это нужно у нас отнять как-то. Потому что мышление, то, что нам жалко, это значит, мы губим тот инструмент, который мы хотим популяризировать и продвигать. Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Артур Гор. Вот как раз здесь пошла тема за биржей. Мы приехали прямо с биржей к вам. Вот я бы хотел дополнить немножко выступление Юрия и объяснить вам, почему именно важно показывать объемы на бирже. Вот из нас делают страшилку, пугают, что вы пойдете на биржу, у вас там бабло пошар, вы там потеряете свои деньги. Но умение на бирже купить дешевле и продать дороже, биржа для этого и создана. Но весь вопрос не в том, вам никто не предлагает пойти на биржу и зарабатывать именно на бирже. Но когда объем на бирже суточный будет, например, 50 или 100 миллионов долларов, никто не сможет манипулировать с курсом. Вы понимаете? Вот самое главное, с курсом можно играться тогда, когда можно завести какое-то определенное количество монет, ее уронить или подкинуть. Но когда там будет объем такой, что это не будет подвластно никому, понимаете? Это одно. И второе, чтобы вас никто не мог надурить на бирже, вы просто должны зайти на биржу и действовать по стратегии. Вы зашли, вы хотите купить по этой цене, поставьте ордер и ждите. Вы купите по той цене, которую вы хотите. А если вы будете метаться, здесь отменили ордер, переставили ниже, потом увидели изменения, переставили выше, вот так-то вы на бирже не потеряете деньги. То есть вы зашли на биржу, вы четко понимаете, что вы хотите. Вы поставили ордер, вы его купили. Или поставили монету, вы ее продали. И еще одно есть ключевая рекомендация для всех вас. На бирже, когда вы заходите, там есть для вас подсказка покупка монет и продажа монет. Когда вы покупаете монеты, там где написано покупка, вы покупаете, где вы продаете, где продажи. Если вы действуете наоборот, если вы, грубо говоря, сливаете в правый стакан, вы их не продаете, а именно сливаете. Так что поставьте туда, где надо, дождитесь своего времени, пускай это будет день, два, три. Вы получите желаемый результат. Но как только вы начнете метаться, отменять ордера, переставлять выше, ниже, вот так люди и вреются на бирже. А вообще, надо учиться работать на бирже. И вот, кстати, Евгений Бопов, вы говорили, что это не поставной. Это действительно не поставной, это из наших драконов. Салют. Мысль такую дополнил. Он тебя ждал. Артур обратил внимание на то, что... Если можно, давай дадим быстрее. Вопрос задавай. Про очередь. То есть, когда наш ордер стоит в очереди, мы поэтому и должны дождаться. Кому? Да, я добавлю. Сейчас буквально еще тоже добавлю по поводу бирже. Друзья, смотрите, мы хотим выйти на международные рынки, американские рынки, европейские рынки и так далее. Вот те обменники, которые есть, это определенные частные. Мы зависим от конкретного человека, который ведет тот или иной обмен. Биржа – это децентрализованная торговля на всей площадке. Куда мы хотим выйти? Мы хотим быть мировой криптовалитикой. Я у вас спрашиваю. Для этого необходимо выходить на новые биржи, на новые рынки и дать возможность полностью торговать во всем мире. Приветствую, Ира. А вот я сейчас выступаю от лица, скажем так, закрытого пула, негласного, да? Мы начали еще давно, да? Вот, скажем так, перед вами сейчас один из владельцев больших кошельков стоит. Так вот, у нас такая проблема возникает. Мы несколько сот тысяч продаем по месячной монет, да? И вот смотрите, если мы, допустим, заводим эти большие монеты на биржу, да? То получается ситуация, что все отслеживают, что завели, ага, полмиллиона балетную биржу, допустим. Никто, соответственно, не будет покупать по той цене, по которой мы поставим. Мы поставим левый стакан, соответственно, да? Потому что объем большой, по правому мы будем долбить, мы сразу унесем цену вниз. Так вот, получается, мы только заводим большую сумму монет, все начинают сразу кипишать. И никто по нашей цене не покупает. И цена начинается валить. Если мы этот же объем монет продаем, допустим, людям по питу пизделки, собственно, чем мы занимаемся, то цена на бирже не валится. Сейчас этот момент, сейчас скажу, происходит тогда, потому что еще нет большого объема на бирже, и мы своим объемом можем сильно валить цену. Поэтому мы стараемся... А кому вы продаете монеты? А мы, например, продаем, например, Мао Баунтистам, до этого... Хорошо, вот вы продаете монеты, вы скажите, Мао Баунтисты, смотрите, вы хотите купить монеты? Вот я их ставлю вот в этот стакан по такой цене. Возьмите крипто эти коды, там, эти биржевые, пойдите их выкупить на бирже. Этим вы сделаете пользу для всех. Нет, здесь, я понимаю, понимаю. А здесь момент такой, что люди отслеживают поступление больших сумм на бирже и не хотят по этой цене уже покупать. Потому что они знают, сейчас будет 500 тысяч монет продаваться. Все, они уже ждут, пока цена начнет падать, понимаете? И у нас цена стоит, не покупается. И мы тоже долго не можем стоять. Если вы с ними договоритесь о том, что вы продаете по конкретной цене, ну, заведите их на бирже, они их сразу купят. А они не захотят так пойти, потому что слишком сложно, видите? Нам большим куском им портать, а они уже... Ну, вам получается интереснее сыграть, да, интереснее сыграть между собойчик, после которого цена снизится, и все будут говорить, мудизм какой-то в этом поиск. Ну, вы как бы порождаете сами этот мудизм. Получается, палка до конца. С одной стороны, мы стараемся цену держать, ну, туда большие не заливать объемы, понимаете? А распределять их через, ну, другие эти. И с другой стороны, если мы зальем, то получается, мы же будем виноваты, что цена начнет... Но вы не будете виноваты. Вот то, что вы продаете там между собой, вы крадете сами у себя. Объем монетка слишком большой. Это мы говорим, тысяча грима нет, но не полмиллиона, понимаете? Я прошу прощения. Вот для вас с большим количеством монет есть рекомендация. Не надо сразу все большое количество монет тащить на биржу. Заводите небольшие транслеры, суммы, и раскладывайте не на одну позицию. Когда вы ставите стену на самую верхнюю позицию, вот человек зашел на биржу, он хочет купить 5 тысяч монет, и он видит, что вы на продажу поставили 300 тысяч, он вот так чешет голову и говорит, ёхки-палки, если я сейчас встану, когда я продам свои монеты? Через неделю, наверное, понимаете? То есть, вот здесь еще, я думаю, присутствуют люди, и многие знают об этом, так называемая стабилизация курса. Я обращаю ваше внимание, вот как только начинается стабилизация курса и становится стеной вправо и влево, обращайте внимание на объем. Люди перестают идти на биржу. Когда люди заходят на биржу и видят сумасшедшие объемы на верхних позициях, хоть на продажу, ну вот так поставлался человек, потом плюнул, развернулся и ушел. Он знает, что он эту операцию сделает не раньше, чем через неделю. Для этого, люди, которые работают с нами в наших группах, мы даем рекомендации. Вы можете тот же объем монет разложить на много позиций, продать эти монеты и получить большее количество денег, на которое вы рассчитывали изначально. И это никак не будет тормозить торговлю на бирже, понимаете? Вы те же самые 500 тысяч монет, о которых вы озвучили, можете завести в течение недели, плавно разложить их на 5 верхних позиций, и на каждую позицию будет приходиться не такое катастрофическое количество. И тем самым вы не будете останавливать работу на бирже, вы не будете блокировать торговлю. Артур, спасибо. Ну, это уже пошел диалог, который, я думаю, нужно вечером все вместе собрать, его уже вести между собой, об этом разговаривать и договариваться. Дальше переходим к ноде переходим. Забыли вообще, что мы сейчас запрещаем. Смотрите. Парамайнер. Парасаки. Вот это график. Вот здесь у нас 6 миллиардов монет. Вот здесь у нас время. Соответственно, монеты, согласно метрикам парамайнинга, добываются на всех кошельках пользователей, если делать так называемый, как вы любите, реинвест, я это называю засиранием волчейна. Если это делать, то мы получаем так называемый сложный процент. Сложный процент дает нам такую вещь, как экспоненциальный рост количества монет. То есть в какой-то момент кривая количество добываемых монет начинает настолько сильно, то есть количество добываемых монет начинает, скорость их добычи начинает расти так сильно, что примерно 60-70 процентов монет будет добыто за период одной десятой части того периода, до которого мы шли, вот там до 30 процентов монет. То есть, грубо говоря, как только мы перевалим за первый миллиард, все остальные 5 миллиардов будут добыты очень быстро, за полгода. Да, даже быстрее. Да, даже может быть и быстрее, да. Это, вот этот период времени, мы его называли, ну, как бы называем, стартовый период, да, для того, чтобы нарастить определенное количество монет, нарастить определенное количество пользователей, которые будут пользоваться этим монетом. И дальше мы включили, применили такой параметр, как паратакс. Что этот параметр дает нашей монете? Вот этот недостаток, вот этот, а это недостаток, о котором, это единственный был недостаток, который мы специально не закрывали в какой-то период времени для того, чтобы набрать вот эту массу пользователей. Вот этот недостаток все, это единственное, за что нас критиковали специалисты. Они говорили, блин, ребята, у вас перимедоз, там в какой-то момент у вас экспоненциальный рост монет начинается и получится так, что все монеты будут добыты там ничтожным количеством пользователей и их ценность будет равняться нулю. Понимаете, да? Соответственно, что нам дает параметр паратакс? Это концептуально то же самое, что применено в таких криптовалютах, там, как биткоин, да, то есть это сложность добычи. Вот насколько сложно добывается монета. Математику мы не можем поменять, потому что блокчейн в принципе перестанет работать. Если мы, там некоторые говорят, давайте урежем проценты для больших кошельков. Это невозможно. Здесь внесение изменений именно в математику приведет к тому, что просто технический блокчейн не примет те монеты, которые были сгенерированы другим способом. Поэтому мы оставили место для такого коэффициента, как паратакс. То есть этот коэффициент, что он делает? Это линейное увеличение сложности генерации монет в зависимости от количества уже добытых монет. То есть получается, что этот параметр у нас в такую смысл. Делает? Михалыч, я тебе в видео дам хорошее качество. То есть сначала у нас монеты добывались быстро. Ну здесь только убрать, вот 6 миллиардов вот сюда привезти. А здесь вот. Сначала монеты у нас добывались быстро. И благодаря экспоненциальному росту, то есть сложному проценту, их количество все увеличилось быстрее и быстрее. А вот эта кривая, она уравновешивает эти монеты. То есть получается как? На сегодняшний день у нас добыто примерно 3% от общего количества монет в системе. То есть общее количество мы говорим, что эмиссия закончится на 6 миллиардов. Вот 3% уже добыто. Это значит, что паратакс составит 3%. Это значит, что если вы сгенерировали с помощью парамайниума там 100 монет сегодня, то Генезис отдаст вам 97% от этих 100 монет. То есть 97 монет вы получите. 3 монеты, они так и будут там находиться. То есть они не будут сгенерированы. Они не то, что не будут находиться, их там нет, они не сгенерированы. И таким образом система, в зависимости от того, какое количество в процентном соотношении монет добыто от общего объема, будет этот паратакс увеличивать до 99%. То есть сложность добычи монеты на уровне, когда будет у нас, то есть 99% это 6 миллиардов. Вот как только мы дойдем до уровня 6 миллиардов, сложность станет 99%. И монеты будут генерироваться так. То есть у вас, например, 100 монет сгенерировалось, парамайник насчитал счетчик. Но благодаря параметру коэффициенту паратакс вы получите только одну монету. И курс будет, дай бог. Ну а курс будет по этой вот кривой, я надеюсь, пойдет. О, тема. Вот эта сложность, вот эта сложность добычи монет и та концепция, которая применена в призм, помните, с первого дня у нас идет борьба паровоза против вееров, потом в нее включились какие-то еще пулы там. Да? И какие-то определенные. хорошо. Ну, я просто сейчас пропул и скажу. Вот мне, молодой человек, вас пока зовут, извините. Вот роман, смотрите, в чем, вот пулы романа мне нравится. Знаете, почему? Потому что он говорит, что о нем никто не знает. А это как бы ключевой параментфактор, то есть запретить вам это делать никто не может. Это, вы знаете, вот гомосексуализм, пидоростия, да? Она, ну, то есть, как бы, в принципе, это разрешено, можно же там, мужики могут волосатые пойти там друг с другом что-то делать, это не запрещено. Но если они выйдут на площадь и скажут, давай все будем пидорасами, чего я их закрою просто сразу, потому что, ну, это пропаганда гомосексуализма. Я не говорю о том, что нельзя делать пулы или паровозы, я говорю о том, что не нужно это пропагандировать вот так широко, как вы это делаете. И, как бы, еще у меня один вопрос. Вот у вас пул, хорошо, пусть он будет анонимный. У вас есть какая-то, ну, там, сайт какой-то, который принимает, нет? Вот это вот правильный пул. Когда мы говорим, что есть какие-то пулы, которые создают там свои какие-то кошельки, значит, уже там, вот за монеты он отвечает, а там вообще это, потому что, а кто владеет этими приватными ключами, а сколько этих людей, когда они закипят вообще, и когда произойдет эта крыль, поэтому, ну, к пулам нет негативного отношения. Бомба замедленного действия. Это просто бомба, да, замедленного действия и пропагандизм, пропаганда гомосексуализма, скажем так, внутри нашего самочного. Давайте будем считать, что это вот так. Там тоже могут такие. Что? Анонимно пули тоже могут такие. Конечно, конечно, есть. Я же не говорю, что там не могут. Поэтому я говорю, что монеты нужно держать на своем кошельке. А знаете, почему? Вот я вам сейчас расскажу, почему. Потому что с введением параметров паратаксов, когда монета будет стоить там, может быть, тысячу, две, я не знаю, сколько она будет стоить к тому моменту, когда сложность добычи повысится выше там 50-60 процентов, трудно предположить, сколько она будет стоить, но я предполагаю, что в разы, даже может быть, на порядке выше. Опускаем его. Не, 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 Так вот, добывать монеты в этой схеме смогут только кошельки, которые имеют миллиардную структуру, господа, вдумайтесь, в 88 этих уровнях. То есть, по факту, будущее есть у тех, кто строит вот такую сеть какую-то. Линейная, линейная приглашение. Ну, хотя бы бинарку, хотя бы бинарку. Тогда в этой бинарке у вас останется какое-то количество... зеленое... А, Юра, я выступаю на сцене, простите, пожалуйста, батюшка, извините. там указатель приходите одну а структура еще одна из построения структуры тогда если цена большая разбивать будет сегодня можете построить миллиард вот он стоит 20 придет там дональд трамп еще там куча других сетевиков которые круче вас извините да и построят сегодня для вас это сложно для них потом это будет просто имеющие 88 и достичь вот эту добычу уже будет невозможно в принципе потому что 88 ну там теоретически баланс по миллиону что тоже нереально это всего лишь 88 миллионов и речи о миллиардной структуре в принципе не может быть все на этом прекратится но в определенный момент я вас не пугаю но определенный момент когда уже будет добыта порядка 50 60 процентов монет то ущербность этих построений будет на лицо явно это то что когда ущербность была явная год назад нас никто не прислушивался сейчас опять открытым способом вам об этом говорить все же я хотел сказать спасибо я хочу сказать что строят паровоз люди без мышления хорошо можно продавать пол призмы это одно из обновлений которое появится уже гораздо позже гораздо позже дробить призму на какие-то доли не будет просто не это будет смысл то есть смотрите мы планируем деноминировать доллар конечно смешно звучит но когда нас будет 10 миллионов там 20 миллионов пользователей во всем мире и как бы мы будем понимать что происходит вообще чем мы пользуемся какой инструмент у нас в руках насколько он более совершенный чем все остальные мы дониминируем доллар это будет очень легко сделать смотрите у нас есть например три призм и там 00 копеек вот эти три призмы стоят к примеру 3 доллара 3 доллара мы дониминируем эти доллары тем чтобы мы в призм добавим нулей только не сюда вот сюда у нас может быть 0 три призма а если мы сюда добавим 0,03 призма который также стоит 3 доллара в этот момент продолжится парамайнинг опять начнется с новой силой все добываться и поэтому вот это число 6 миллиардов оно кажется на первый взгляд ой это очень мало получится 600 триллионов понимаете и это добыча будет происходить военнообразно то есть когда какой-то момент можно будет добавить обновление добавить сюда 0,01 ребята мы здесь 7 будущие миллионеры понимаете миллиардеры даже миллиардеры вот мы сидим это клуб миллиардеров а еще вопрос примерно по математике посчитать до 6 миллиардов вот если будут пара такс включаться вот если не включался мы считали что там два-три года 20 лет примерно 20 лет смотрите форм доступная формула просчета пара такс она она имеет массу переменных которые предугадать невозможно силу того что это живая система которая видоизменяется каждый день каждый день новые пользователи используют новые стратегии каждый день происходит какие-то изменения внутри да я имею это просто доступно в плане того если при условии 500 тысяч монет пара такс такой если миллион монет пара такс да конечно да у вас этот параметр вас появится в ноте конечно переходим к новой ноте да переходим к новой ноте смотрите этот параметр пара такс он еще будет не будет меняться там например 3 там 25 сотых процентов мы лесят это будет скачкообразные такие изменения то есть сегодня три процента как только добыта четыре процента монет включать параметр пара такс он составляет четыре процента ровно мы не округляем и просто обрезаем хвосты у чисел и зато получится такой ступенчатый рост вот этой сложности то есть сегодня мы будем жить в эру трех процентов вот сколько времени мы проживем в эту эру трех процентов зависит от нас следующая эра у нас будет четыре процента на все абсолютно как сказали что нельзя почему вы выбрали ступеньки что на шаг они например на просто на ровное количество там чтобы она постепенно она постепенно ровно на петке например она идет волной то есть она вот как линии нарисовали вот он найдет постепенно там на увеличение сложности а тут получается на ступеньки раз на процент во первых нет это просто считать то есть затраты на просчеты ресурсов компьютера гораздо будут меньше тратится при вот таких проще то есть пары же просто быстрее легче работать юра генезис что еще раз куда идти генезис они не будут сгенерировать они никому не пойдут они просто не будут создать да в ноде у вас там где параметр там же будет написано процент и еще мы как бы добавим будет транзакция от генезиса будет приходить сейчас она приходит с комментарием пара майнинг от генезиса она еще будет проходить пара майнинг столько пара такс столько процентов то есть вы будете видеть то есть это включится когда будет 300 миллионов это уже это уже включено сейчас буквально через две недели там с определенного блока уже начнется вот такая это ты опубликуешь на каких это будет включаться это невозможно спрогнозировать каким образом формула определяет то что сейчас нужно включить именно именно этот процент на этом и смотрит количество монет баланс генезиса она капитализация баланс генезиса от капитализации 6 мая про это не спрашивают то есть цифра капитализации когда будет активировать следующий процент когда количество добытых монет будет соответствовать 5 процентов 5 процентов монет добыли все включился про так 5 просто есть просто процент очень общего количества монет добытых конечно опустится смотрите вот прописано что процент какой-то при балансе таком-то и структурном балансе такой а через две недели у нас блок будет какой-то значит проценты уже будет ниже добыть сложность расти у нас прописана конкретная сумма у нас прописана конкретная сумма который считает генезис для того чтобы сгенерировать монет и у нас есть новый параметр который является коэффициентом отнимающим вопрос процент сложности много же монет я просто не в не в обороте они за них же как стоят и мертвые как бы умер там хозяин к примеру да и возьмем или того или там потерял ключ вот такой момент ничего дальше они я не в действии еще дальше ну что делать какие какие вы предлагаете вариант решения монеты это приватный ключ то о чем мы с вами говорили если кто-то потерял приватный ключ не имеет доступа к своему кошельку мы ничего не можем сделать а тут только разговор заблокирует и рубашка постоянно не вопрос говорите юра заблокирует смотрите соответственно понимая то что мы имеем систему в которой у нас происходит усложнение добыть количество забываем монет я считаю что на мой взгляд сегодня максимально актуально для вас это ваши же интересы пройдут десятилетия вы будете главными добытчиками этих монет при условии что вы сможете сегодня себе построить эту структуру хотя бы по бинару никаких аппи команд вообще не требуется параметр вообще никак на что не влияет вопрос был связан с тем что появятся ли в аппи какие-то новые команды которые будут как-то иначе что-то отображать api команда основной их задача api servlet это получить информацию о балансе получить информацию о транзакциях получить информацию для того чтобы привязаться там какому-то сервису там чего-то покупки продажи тогда ничего меняться не будет api servlet никак не это не затрагивает больше трех ну здесь сидит конечно 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 оптимальная цифра у каждого свой на своем компьютере стоит он все больше никаких вариантов тогда мы делаем народную криптовалюту к если у вас нет моды на вашем комбе и не имеете доступа прямого лучей на вы участвуете то в каком-то хайпе который прикрывается все больше ничего кому хочется участвовать в хайпе платила мне уже а что после 6 миллиардов что будет происходить после 6 миллиардов сведением параметра пара такс уже будет все зависит от того как будет развиваться сообщество если сообщество будет развиваться таким образом что мы подойдем к такому понятию как деноминация доллара сша мы будем деноминировать будем деноминировать я объясню как это делается легко и просто можно повысить количество добытых монет в разы на порядке если мы так и будем продолжать там ковыряться в собственных так сказать что там продуктах жизнедеятельности ну тогда параметр пара такс станет 99 процентов и мы получится такой у нас фигурка такая и вот здесь один процентик добываемых монет и он так будет и пока мы как сообщество не окрепно я думаю за 20 лет мы все-таки дойдем до состояния когда придется деноминировать все-таки сносить эту систему я ждать работали еще жду мы вам не нужны мы разрешаем дать вам эту информацию завтра в этом зале очень важный с одной стороны мы сейчас Друзья, еще раз, ты без воды остановишься. Все. Да я держу это. Итак, смотрите, что мы имеем на сегодняшний день? Да, папа! Слушай, подожди, мы про новую ноту говорим. Мы вообще про новую ноту говорим. Ну не хочет ничего страшного. В смысле ничего страшного? В смысле ничего страшного? Мы приехали, не вас слушали. Я спросил разрешение, сказали да. Да нет, коллеги. Я сегодня тебе рассказываю, это только одна сторона этого явления. Это техническая сторона. Поэтому все вопросы, которые здесь сейчас прозвучали, они были направлены на оптимизацию технической стороны. Но мы с вами не только телом, техником, вокруг чего мы собрались здесь и что-то делаем. Еще есть социальная часть. От нас с вами зависит продвижение технической части. Нельзя решать вопрос только с технической части. Очень важно, как мы с вами организуемся и образуется нечто такое, что соединит и техническую часть, и социальную. Как только мы это сделаем, призм станет единственной криптовалютой, которая будет интересна окружающим всем. Сделать это можно не через 20 лет. Сделать это можно, если мы будем понимать, как это все работает. Ну видите, год это много. Я могу объяснить, как это все делается, как это все работает. Но мы сейчас кучу вопросов задаем. И мы можем их бесконечно задавать. Но есть единая система, единый механизм, который может снять все вопросы. Всегда есть дуальность. Всегда. В принципе, все. Хотите вы Занять только одну позицию и разбавить вопрос чистотехнический. Да надо здоровья. Можете что-то делать. Делайте. Сделал майора что-то новое, интересное. Добавил. Да замечательно. Он отвечает за техническую часть. Но мы все с вами двигаем эту систему, призму. А что значит все? На России издруга существовало правило. Не принималось никакое решение, если хоть один человек был против. Почему? Стояла задача либо убедить его, что он, этот человек, что он не понимает, что не видит. Либо посмотреть другими глазами этого человека на происходящее событие и скорректировать поведение. Почему сила каждого из вас, она в вас внутри. Если вы поймете, как работает механизм, вас не нужно будет учить, что делать. Хотите вы обменивать планеты самостоятельно? На здоровье. Это нет. Нет никакого вреда. Хотите вы развивать вторую часть? Это внешние отношения. У нас есть как внешние отношения с тем миром, в котором мы сейчас живем. И есть наша внутренняя организация. Все работает воедино. Нет ничего ни плохого, ни хорошего. Есть все единое направлено к единой цели. Все. В принципе, это вся информация. Хотите услышать нечто большее, спокойное? Я не слышу. Хорошо. Я хочу нанести мысль, что все, что не делается, все правильно и все к лучшему. Нет ничего негативного и нет ничего позитивного. Все. То, что у нас есть техническое, а есть социальное. Нет. Нет ни техническое, ни социальное. Мы с вами один общий социальный проект. Без нас этого инструмента не будет. Мы его двигаем, но нам дали инструмент, в котором мы взаимодействуем между собой. И если мы саботируем решения разработчика, группы лиц, к которым мы должны прислушиваться, мы им не нужны. А если мы им не нужны, то нужен ли нам вообще этот инструмент? Давайте, ну... В биткоине у вас есть такие возможности? У товарища стоит нода. Эта нода выполняет определенную функцию. Кто-нибудь из вас сможет ее поставить? Я уверен, что никто из вас не сможет поставить. У нас в руках есть уникальный инструмент, который каждый из вас может загрузить с GitHub по ссылке ноду, нажать два щелчка мышки на этом файле с рабочего стола, установить ее. Она подгрузит блокчейн, базу данных, и вы будете администратором этой сети. То есть у вас есть... Точнее у нас есть. Потому что я тоже часть этого сообщества. Я обычный простой человек. Я не группа разработчиков. Но как бы я немножко разобрался. Так вот. Можно перейти к Асановичу? Вот. Поэтому я не думаю, что нужно саботировать этот процесс. Мы зависим от разработчика. И децентрализация именно в том ключе, который он нам сегодня поделился и сказал. Уважаемые друзья, вот, конечно, приятно нашему сообществу уже два с половиной года. И я вижу, что оно развивается. Оно развивается и численно. Оно развивается и качественно. Вы все становитесь уже опытными пользователями передовых финансовых инструментов, которые называются криптовалюты. Вы понимаете, что такое нода, что такое майнинг, что такое парамайнинг, блоки. И, конечно, вот прежде всего, мы что несем? Мы несем финансовую грамоту. Мы учим людей. И та идеология, которая вот сюда написана, в моей книге, я постарался максимально кратко выцепить и очень важные вещи, для того, чтобы заинтересовать читателя, чтобы он дальше погружался и мечтал, попал и начинал разбираться. Я думаю, что после прочтения книги вы начнете смотреть на мир, но что вы увидите глаза. Вот мы с вами говорим, вот привыкли к тому, что деньги нас окружают вокруг. А вот спросите простого человека, что такое тиги сегодня? Ну, умерела труда? Нет. Потому что, ну, я уже вчера говорил, иначе бы ударников труда награждали бы банкиров и олигархов, а не шахтеров и даяров. Чем они сегодня обеспечены? Кому они принадлежат? Куча-куча вопросов, и на эти вопросы вы узнаете ответы моей книги. Я сегодня охотник. Раздадут вам книги, я подпишу каждую книгу. Я хотел бы, чтобы эти датознания дальше несли. Что касается вот предложений, которые озвучивают, конечно, вот я наблюдаю периодически, как идет полемика там в группах, в чатах, на сайтах. Вчера анекдот рассказывал. Встречается два товарища, один другом говорит, ну как жизнь, как поживаешь? Говорит, да нормально. Я знаю, где там 500 гусей было. Говорит, да, дохли. Говорит, 250 осталось. Говорит, ой, ты знаешь, а ты возьми, говорит, сожги этих дохлых. И вот в корм подмешай вот это вот пепло. И все, и дохлых сразу перестанут. Проходит неделя, встречается, ну что, ain, да все. Как там гуси твой. Говорит, да, еще, говорит, сотни раздохли,makerли осталось. Говорит, а ты им вот подмешивал в корме, такая, да, говорит, подмешил. А вокруг посыпал, говорит? Нет, вокруг не посыпал. И можно было вокруг посыпать сегодня всех, и тохли бы перестали. И проходит неделю, встречается. Говорит, ну что, как дела, как там гуси твой. Да все, сдохли гуси. Как сдохли. А ты этом в корм подмешил, а вокруг посыпал. Макрун тоже по сукову. Как жалко, еще столько гениальных идей было. Вот сегодня у нас много идей, много советов, много рекомендаций. Я скажу так, критикуешь, предлагай. Предлагаешь, бери ответственность, делай. Сделал, отвечай. И сегодня у каждого в нашем сообществе есть возможность создавать собственные инструменты. Даже по дизайну там моду свою пилить. И кошельки эти делать горячие. И инфраструктуру с учесть. Все возможности даны. Идеология расписана. Белая книга, все расписано. Описание техническое. На гитхабе выложены все исходники. Все необходимое для интеграции призм в собственные проекты. Все в ваших руках. Вот не надо спорить. Доказывайте свою правоту делами. Вот свои эффективности и результаты. И я думаю, что у нас будет все хорошо. А так, я готов ответить на вопросы, если они еще остались. Вопросы есть? Книжка новая. Книга, да, это вторая редакция, в которой одна голова синяя посвящена непосредственно призму. Преимущество призм перед всеми остальными криптовалютами, по техническим параметрам и концептуальным. Алексей, поделитесь, пожалуйста, своим мнением, как вы видите в рамках концепции того, что изложено в книге, и место самого призму в этом всем процессе. Вопрос был такой. Какое место занимает идеология, которая изложена в книге у Алексея Братова сам призм? То есть, какое место в этой идеологии именно у президента? Смотрите, вот в книге изложено, как вообще зарождалась существующая финансовая система, экономическая система, каким образом сегодня построена система глобального управления. И прежде всего описано несовершенство этих мировых финансовых инструментов. Для того, чтобы изменить жизнь людей в лучшую сторону, эти инструменты необходимо менять. Есть предложение, каким могут быть эти инструменты сегодня в 21 веке. И для того, чтобы изменить жизнь людей в лучшую сторону, нужно сначала изменить финансовую систему. А как инструмент для ее изменения предложен призм и расписана концепция. Призм – это инструмент для того, чтобы изменить мир в лучшую сторону. Если вопросов больше нет, тогда я заканчиваю. Так, ну что, продолжаем? Продолжаем. Значит, мы все оказались в ситуации, когда мы понимаем, что неизбежно рост ценности этого продукта за счет того, что сложность добычи увеличивается, будет также увеличиваться. И мы неизбежно приходим к пониманию того, что добыки, не, я имею в виду о последних монетах, о тех самых сладких монетах, которые будут стоить 10 тысяч долларов за монету, вот когда мы будем девальвировать доллар, да, вот. Вот когда 10 тысяч баксов будут платить за один призм, тогда мы будем думать о том, как девальвировать доллар. Так вот. Вот этот момент, ну, кто хочет добывать одну монету в день по 10 тысяч долларов? Есть желающие? И 5, 5 хочу, 5 монет. Хотя бы одну, так было бы нормально, даже половину нормально. Ну, вам 3, хорошо. Смотрите, для того, чтобы реализовать вот эту мечту каждого, да, то есть пока это фантазия, но для того, чтобы реализовать эту фантазию, нужно, ну, нужно поработать. Нужно поработать и правильным образом выстроить вот ту самую структуру последователей, удержать баланс этих последователей на их кошельках для того, чтобы создать ту самую миллиардную структуру. Это непросто. Это достаточно сложно, это трудоемкий энергозатратный процесс, особенно, когда этот процесс протекает в состоянии затуманенности мозга, незнания, непонимания того, что происходит. Так как я надеюсь, очень, я надеюсь на то, что все присутствующие здесь сегодня наконец-таки поняли, что такое криптовалюта, и я очень надеюсь, что вы эти знания передадите дальше, мы в призм использовали такой элемент, как MLM 2.0, да, у нас там было описано, да, то есть это система масштабирования сети пользователей, количество пользователей путем передачи информации от человека к человеку. Это самый, ну, как бы актуальный, самый правильный способ передачи информации. То есть когда мы актуальную информацию передаем друг другу, то есть даже Марк Цукерберг несколько лет назад, я смотрел его интервью, он сказал, что моя компания Facebook, мы зарабатываем миллиарды на рекламе, за которую нам платят идиоты-рекламодатели, но эта реклама не работает. Работает только реклама, в которой люди передают информацию о том или ином продукте своим, вот на расстоянии вытянутой руки, вот своим знакомым, подписчикам. Только эта информация стабильно доходит до потребителя. И об этом сказал создатель самой крупной социальной сети в мире. То есть если вы считаете, что мы можем завтра повесить там на горе, там, это такой логотип призмы, от этого все, все жители Сочи и туристы придут и скажут, призм, там мы видели, куда его козька, что-то, нет, этого не произойдет. Понимаете, это, ну, это такая пиар-стратегия, там, для того, чтобы просто создать узнаваемость бренда. А что стоит за этим брендом, об этом должны рассказать пользователи этого бренда. Понимаете, мы когда приходим в автосалон выбирать автомобиль, вот этот менеджер, который нам втирает, там, что-то там про супер-пупер, они все одно и то же рассказывают. Ну, если вдруг там кто-то из ваших там товарищей скажет, слушай, Вася, BMW это хлам, короче. Возьми Мерсетес, вы скажете, блин, а почему? Да у меня была BMW, он постоянно ломается, там, у меня такие-такие проблемы, а Мерсетес, я езжу уже год-два, и проблем нет. Вы скажете, блин, Вася сказал, я пойду. И там уже не важно, что вам будет менеджер BMW, рассказывать про супер-управляемость и так далее, у вас там, как бы, ну, свои критерии выбора. И эти критерии выбора сформированы человеком, которому вы напрямую доверяете. Поэтому мы и используем вот эту систему передачи информации последователям, цепью последователей друг к другу, для того, чтобы была, а, актуальная информация у всех, б, для того, чтобы количество пользователей увеличивать. Так вот, я предлагаю для тех, кто желает продавать, вернее, не продавать, генерировать монеты призм, там, через 10-12 лет, которые будут стоить дорого, добываться будут сложно, я предлагаю простейший MLM-ный ресурс, с помощью которого вы сможете построить себе простейшую MLM-ную структуру. Как это будет работать? На призм, в принципе, можно реализовывать любые проекты. У нас уже есть пример, ну, хайпов, сделанных на призм, которые просто под еды призм делают хайп, ну, и их будет все больше и больше, они будут постоянно появляться, новые хайпы, которые будут использовать призм, как расчетную единицу внутри своего проекта, потому что, ну, по факту призм просто удобная единица расчета наравне, там, с адвокэшами, там, какими-то, там, миксманями и так далее. То есть, вот просто удобно ей пользоваться. Эти хайпы будут появляться постоянно, эти хайпы будут рассказывать, там, втирать какую-то дичь людям, они на базе этой информации будут говорить, ну, там, что-то там развиваться. Это неизбежно, мы не можем это запретить, мы не можем, там, как-то за это наказать, мы просто можем информировать вас о том, что вы, как бы, вот в этом участвуете и, как бы, снять с себя ответственность за ваши действия. То есть, ваша неадекватность, она ведет к потере средств. Соответственно, я что, глядя на вот несколько лет, что там развивается, как развивается, я предлагаю простую схему. Смотрите, так как мы понимаем, что в какой-то момент у нас сложность достигнет 99%, и вот здесь вот у нас начнут уже капать, там, бриллиантовые какие-то монетки, то нужно заполнить вот эти вот, каждому из вас причем, каждому из вас причем, ну, как вы думаете, за, вот здесь сколько человек, ну, человек 200, да? Вот как вы думаете, вы, каждый из вас, за 200 лет, вы сможете построить структуру, в которой будет, ну, хотя бы 10 тысяч человек? За такое время, конечно. За 200 лет? Ну, или за 10. Да, то есть, там, получается, одного человека в месяц подписать, ну, не знаю, не считал. Ну, я думаю, это под силу всем. То есть, грамотно передать информацию, там, двум-трем человекам в месяц, я думаю, это можно. Но вы будете работать на себя и на свое будущее. То есть, мало того, что вы в настоящем будете что-то там получать, так вы еще будете работать на свое будущее. Поэтому, смотрите, что мы предлагаем. То есть, мы сейчас написали такую софтину. Ну, софтина – это в переводе на русский язык просто программа, соотец. Которая будет, что она будет делать? Она будет также без администрирования. Смотрите, как это будет работать. Юра, можно черный марк? Да, это позже в обеихся. Да, секунду. А зеленый тоже. Нашел, да. Синий. Знаете, как это будет работать? Например, задача этой программы – дать вам возможность построить структуру последователей, которая гарантированно будет иметь большой объем для того, чтобы и вы, и ваши последователи смогли добывать те самые заметные монеты, когда будет там 90% генерации монет. Смотрите, мы сейчас делаем такой ресурс, на котором будет функционал следующий. То есть каждый пользователь, вот, например, вот я первый пользователь. Я, как первый пользователь, один раз, один раз – это ключевой момент – могу купить у этой системы так называемую реферальную ссылку, то есть вот этот код приглашения. Я могу это сделать только один раз. Больше я не могу этого сделать. Ни два раза, ни три, ни пять, ни десять. Вот один раз. И от меня зависит, будет ли моя структура развиваться дальше. То есть смотрите, что я делаю. Я покупаю, к примеру, условные цифры, тысяча монет. Я покупаю ссылку для того, чтобы передать ее, условно, Роману. Значит, что делает Роман? Роман приходит, регистрируется в эту систему. В этой системе создается так называемый заказ, ну, диспетчеризация на то, чтобы сконтактировать меня и Романа для того, чтобы я активировал кошелек Романа. Соответственно, что я делаю? Мне там создается такой заказ на диспетчеризацию. В этот заказ на диспетчеризацию подключается диспетчер. Причем диспетчером может быть каждый из вас. Диспетчеризация тоже покупается, и вы можете делать эту диспетчеризацию, зарабатывая на этом деньги. То есть некоторые говорят, что вот в призм там сложно заработать. Я просто предлагаю обычную MLM-ную сетевуху, в ней поучаствовать, в которой все просто заработают монеты призм, в зависимости от того, сколько они будут работать. Значит, смотрите, я купил вот эту вот ссылку, продал ее Роману. В этот момент Роман подключился, к нам подключился диспетчер, например, Дмитрий. Дмитрий. Дмитрий созвонился по телефону со мной и с Романом, объяснил мне и Роману, где зарегистрировать кошелек правильно, где купить монеты правильно, что такое призм правильно. То есть он состыковал нас двоих, после того, как он нас двоих состыковал, вот этот диспетчер, он говорит о том, что я должен отправить активационную копеечку вот на этот кошелек Роману. Я активирую Роману. Роман активировался, у Романа у меня пропадает возможность вообще больше создавать эти ссылки. Значит, что я должен делать? Я должен помогать Роману. То есть я беру Роману, я говорю, Роман, смотри, у тебя есть возможность купить за тысячу монет вот эту ссылку. Возьми тысячу монет, купи ее на бирже, принеси там куда-нибудь, там, на биржевом аккаунте, они у тебя есть. Возьми ссылку, купи. И активируй этой ссылкой Владислав. Он делает то же самое, и таким образом они все активируют друг друга, покупая. То есть в тот момент, когда Роман уже активировался, он уже не может купить эту ссылку. То есть его задача строить свою, помогать. То есть я помогаю Роману развивать свою сеть. Роман помогает дальше, дальше, дальше. Таким образом мы выращиваем так называемых лидеров, которые настроены на то, чтобы развить свою вот эту структуру. Вы спросите у меня, куда идут эти деньги? А эти деньги идут вам. Как это происходит? Смотрите, в тот момент, в тот момент, когда вот здесь вот кто-то покупает эту ссылку. И после диспетчеризации, а диспетчер это человек, который проверит правильность внесения данных, проверит то, что да, действительно, вот этот кошелек активировал вот этот кошелек. Он возьмет данные вот этого кошелька, внесет их вот в эту вот систему диспетчеризации. И эти данные появятся в профиле пользователя. То есть в профиль пользователя данные о кошельке вы не можете внести сами, их должен внести диспетчер. Знаете, что происходит? Как только произошла вот эта вот, как только система получает сигнал, что да, данные поступили, вот эти вот, вот этот платеж в виде тысячи монет, он начинает, как по партнерской программе, мы привыкли к партнерским программам, он просто начинает распределяться вверх на 10 уровней. 10 уровней, сейчас я вам скажу, какие. 10 уровней, вот эти деньги будут распределяться в сеть наверх. То есть таким образом, ну то есть у каждого будет возможность заработать.